Дорогие друзья, ну раз я остался один, значит в студии прибавилось. Я готов представить Анастасию Гричину, председателя региональной общественной организации «Украинская община Крыма». Доброе утро. 206 лет со дня рождения Великого Украинского поэта и писателя Тараса Григорьевича Шевченко и художника, кстати говоря. Как вы отмечали? Ну, мы традиционно отмечали возложение цветов к нашему памятнику в одноименном парке Шевченко. Сегодня мы продолжим празднование в библиотеке имени Пушкина, где мы уже более подробно ознакомимся с биографией этого великого человека, потому что действительно жизненный путь его был очень непрост. Также мы прочитаем стихи. В принципе, мы это и вчера делали. А вы можете нам прочитать стих? Да. Давайте. Четверостиши. Коротенькое. Хорошо. Ревета стогны дни пор широкий, сердите витр завива, додолу вербег невысокий, курам и хвили пидима. А мелодию помните? Нет, вот знаете, мелодию я не смогу. Ну, у меня не очень хорошо с музыкальным. Вы знаете, вы такая не одна. У нас здесь двое. Нет, я только по стихам. Вот, это у нас Саша с музыкальным восприятием мира сегов. Но тем не менее, я вчера вот даже в соцсети заходишь, я видела, что выкладывали снимки с мероприятий. Сегодня что-то особенное вообще в этом году готовили? И как-то же каждый год по-новому пытаются отметить это? Абсолютно верно. В этом году мы впервые празднуем и на следующий день. Мне кажется, это правильно, потому что стоит привлекать им молодое поколение, потому что, на мой взгляд, сейчас классики литературы все-таки забываются, особенно украинские. Поэтому надо более, мне кажется, детально знакомиться с биографией что Шевченко, что Слеси Украинки, что Ивана Франко и так далее. Ну, действительно, это очень интересно и познавательно. А кого бы вы еще добавили в этот список? Тех, знаете, must have, с кем надо познакомиться, кроме этой троицы. Ну, я думаю, что также Катюбинский тоже достаточно интересный. Поэтому мы стараемся не ограничиваться только, вот вы правильно отметили, только этими личностями, но и других рассказывать, которые не так известны, но тоже, как говорится, достойны внимания. Ну, я согласна, почему нет, собственно. А много вообще молодежи участвует в мероприятиях, да? Ну, мы стараемся разнообразить нашу программу, чтобы и молодежи было интересно. И, в принципе, деятельность нашей организации не заканчивается только на возложении цветов. Вот, например, 23 апреля мы планируем провести молодежный межнациональный форум, где организаторами выступает Украинская община Крыма. 23 апреля под Симферополем мы проведем такой интересный образовательный форум для всех желающих. Могли бы про него рассказать? Вход свободный, да? Абсолютно верно. Вход свободный и абсолютно бесплатный. Необходимо зарегистрироваться на АИС «Молодежь», создать свой кабинет и перейти в раздел «Мероприятие». Выбрать форум «Россия – это мы». Форум будет проходить под Симферополем, как я сказала, уже в очень живописном месте. В каком я не скажу. Это будет сюрприз. Это будет сюрприз, да. Потому что действительно мы приглашаем туда не только спикеров из Крыма, но также спикеров из других регионов России. Поэтому, я думаю, будет интересно. Будет работать четыре площадки. Будет также помимо образовательного блока, также будет спортивный блок. И, конечно же, вечером мы отдохнем, посмеемся. Будет звезда КВН. Поэтому, я думаю, будет очень интересно. Что за звезда это? Можно раскрыть карту немножко или попозже? Попозже. Приглашайте в гости, я попозже вам более подробно расскажу. Рада вас всегда, Витя. Анастасия, вот в двух словах вообще, как сейчас поддерживается украинская культура в Крыму? Ну, вы знаете, я думаю, что если посмотреть, в принципе, работу нашей организации за последние пять лет, кстати, в этом году мы будем праздновать юбилей, нам пять лет, то я думаю, что действительно поддерживается она очень хорошо, потому что мы можем позволить себе провести и форумы, и провести и фестивали. Также мы планируем еще в этом году подготовить интересный фестиваль, приуроченный к освобождению Киева. Все-таки 75 лет победы в этом году. Хотелось бы тоже как-то обозначить этот важный период в истории. Поэтому, я думаю, что мы фестиваль проведем еще приуроченный к этой дате. Поэтому, я думаю, что не только украинская община может сказать, что ее поддерживают, но и другие национальности, общины, автономии, которые проживают в республике. Ну, я думаю, что ваши коллеги подтвердят, как они часто и гости на наших мероприятиях, что действительно мероприятия проходят на хорошем уровне, и, естественно, поддержка со стороны властей республики поддерживается, поддается очень хорошо. В любом случае, есть что показать. Абсолютно верно. Вообще, наверное, это правильно, потому что я вот недавно задался вопросом, есть ли в мире другая страна, где столько национальностей слита в одну большую семью? Ну, пожалуй, и нет. Россия самая многонациональная в мире. Да, но мы тем временем уже... Спасибо, что пришли к нам в гости. У нас в гостях была Анастасия Гречина.